МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько и на что у нас денег? Расскажем в подробностях. Страна с кулаками. Украина на вершине боксерского Олимпа. Василий Ломаченко признан лучшим боксером в полулегком весе. Итак, главной новостью последние субботы года стал первый в истории Украины захват заложников с использованием взрывчатки. Сейчас вся страна следит за развитием событий в Харькове. Чуть больше часа назад злоумышленник согласился отпустить пятерых пленников, двух детей и трех взрослых. Так же, как сообщило МВД, сейчас экстремист общается с переговорщиками и ведет себя неагрессивно. На месте событий работает наша корреспондент Светлана Шекера. Светлана, здравствуйте. Всех интересуют последние новости из Харькова. Итак, что происходит? Назвал ли экстремист свои требования? Как чувствует себя освобожденный? Светлана, вам слово. Алексей, первый звонок на 102 поступил в полицию в 14.40 отсюда. В полицию позвонил муж сотрудницы Укрпочты и сказал, что его жена успела позвонить и сказала, что в отделении Укрпочты здесь на станции метро Киевская возле большого супермаркета ворвался мужчина в Балаклаве. Он взял в заложники 11 человек, 9 взрослых и 2 детей. Он был со взрывчаткой и угрожал ее взорвать. Ну, подходил до участкового нашего, ну, тот, который по этому району. Ну, там человека видно оттуда, вот если посмотреть в окно. Ну, говорят, якобы там парень в какой-то жилете с гранатами, ну, зашел туда и... Тут они часа полтора стоят и не могут... Ну, его видно, я уже говорил. Территорию в радиусе 250 метров обнесли ленточкой. На месте работает полиция, спасатели. Сюда подогнали два бронированных автомобиля спецподразделения «Корд». На втором этаже здания, в котором находится Укрпочта, располагаются пять квартир. Полиция вывела всех жильцов на улицу. И сейчас они вместе со всеми стоят здесь на улице и ждут, что же, собственно, произойдет дальше. Крылья говорит, пожалуйста, освободите помещение. Мы же не будем понять, ну, что за шутка. Он там на почте. Такие дела, быстренько выходите, там все узнаете. Ну, мы вышли, и неизвестно, что он придумает тот человек. А вдруг взорвет дом. Мы же не знаем, как... Стоим вот на нервах, не знаем, когда-то все закончится. Несколько раз переговорщики пытались зайти в здание. В шесть вечера удалось вывести трех взрослых. Это женщины и двух детей, мальчика и девочку. И их посадили в скорую, с ними работают психологи. И вот в сети появилось видео, видео с отделения Укрпочты. Один из заложников смог снять на камеру телефона и передать в сеть. Вот вы сейчас можете посмотреть, что делает экстремист в отделении Почты. Что он говорит и что у него на поясе. Какая взрывчатка. Пойдет взрыв. Тут более нескольких тысяч веществ. Когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться. У меня есть специальная педалька. Вот педалька. Я ставлю ее на пол. Идет нажимание. Здесь идет переключение. Таким образом я смогу держать, чтобы не было рожать. Сейчас в заложниках остаются еще шестеро мужчин. Какие требования выдвигает экстремист? Официальной информации пока нет. Начальник областного полицейского главка Олег Бех находится среди переговорщиков. Вот по последней информации стало известно, что личность экстремиста уже выявили. Уже знают кто это. И даже пригласили на переговоры его отца. Ранее Олег Бех сообщал, что поступок мужчины может быть связан с последним обменом пленными на Донбассу. По факту событий уже открыли уголовное производство по статье «Захват заложников». Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Стоит отметить, что на месте собралось очень много харьковчан. Люди не боятся и активно смотрят, снимают, выкладывают в интернет. И сейчас, в данный момент, мы наблюдаем некую активацию действий на заднем дворе Укрпочты. В ближайшее время, возможно, будет штурм. Мы следим за развитием событий и в конце выпуска расскажем вам, что же происходит. Студия. Да, Светлана, большое спасибо. Мы обязательно вернемся к вам в конце выпуска. Я напомню, что на прямой связи из Харькова наша корреспондент Светлана Шекера. Ну, а в Харькове разворачивается история вокруг захвата заложников. Идем дальше. Один погибший, двое раненых. Такими потерями обернулись минувшие сутки для украинских военных. В нарушение договоренности о перемирии боевики прицельно обстреляли позиции наших защитников шесть раз. Били из 82-мм минометов, гранатометов, различных типов пулеметов и стрелкового оружия. Нашим военным пришлось открыть ответ на огонь из тяжелого вооружения. Позднее, в течение дня, боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Под водяным наши позиции обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под минометный огонь попали оборонительные укрепления в районе Павлополя. Ну, а тем временем, по-прежнему без газа в предпраздничные дни остаются жители Авдеевки. Строительство стратегически важного газопровода с территории подконтрольной Украине стало затягиваться. Раньше газ в город подавался из оккупированных районов и уже более полугода прошло с тех пор, как почти 30 тысяч жителей остались без газоснабжения. Почему строительство до сих пор не завершено и каковы перспективы, знает Геннадий Вивденко. Резиновую заглушку выбрасывает из трубы давление воздуха в 4 земных атмосферы. Так продувают уже сваренную трубу газопровода с помощью компрессора, для того, чтобы вынести мусор и даже мелких животных, которые могли забраться туда в ходе строительства. 6 июня этого года снарядом боевиков перебило газопровод с той стороны. В ходе этих работ Авдеевка избавится от газовой зависимости от оккупанта. Но пока график срывается. В ближайшем часу мы будем незалежны от той нитки. Газ в Авдеевке будет. Есть вот такие вот, не от подрядника, не от меня причины, которые нам немножко заважают. Основной субподрядчик без объяснения причин 10 дней назад прекратил работу. Подозревают саботаж. Но пока вслух местные чиновники об этом не говорят. Помимо этого на строительстве появлялись сомнительные местные активисты. Пикетировали. Говорили, мол, труба некачественная. Они появлялись и выказывали какие-то свои погрозы. С того привода, что хлопцы, будуйте, будуйте. Наприкінце отбудовы, ждите, у нас подарок какого-то. На трех делянках газогена у нас были пошкоджения. Термические пошкоджения трубы. Пока же население в Авдеевке готовит еду на электроплитах. 20% города совсем без централизованного отопления. Греются кто как может. Військово-цивильной администрацией города Авдеевка было принято. Выдано соответствующее распоряжение, где на каждую квартиру выдано компенсацию в размере 500 гривен. За светло, потому что они используют опаление. Есть еще одна проблема. Самое страшное. Обстрелы боевиков и их последствия. Строители не единожды останавливали работы. Буквально вчера на линии был найден вражеский танковый снаряд. Газопровод практически готов. Нужно сварить последние элементы и закопать. Некоторые субподрядчики продолжают работать. Но если, как говорится, навалиться всем вместе, газ в Авдеевку будет подан уже в середине января. Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский. Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Лучшие специалисты займутся лечением раненых бойцов, освобожденных из плена в Ордло. Об этом во время посещения раненых, находящихся на лечении в главном военном клиническом госпитале, заявил президент Петр Порошенко. По его словам, областным администрациям поручено безотлагательно помогать раненым украинским воинам и их семьям в решении социально-бытовых вопросов. Служба безопасности Украины заявила о российском следе хакерских атак, произошедших этой осенью. Киберспециалисты выяснили, что хакерское программное обеспечение соединялось через сеть с российскими серверами. По сообщению пресс-службы СБУ, предприняты все необходимые меры для ликвидации киберугрозы. Напомню, в октябре хакерским атакам несколько раз подвергались украинские средства массовой информации, госструктуры, аэропорты, метро и железнодорожные станции. Материальный ущерб от нападений составил миллионы долларов. В Днепропетровской области родители подали в суд на школу. Считают, что деньги с них собирают незаконно и отказались платить взносы в школьный фонд. Подробнее в нашем следующем материале. Скандал со школьными взносами разгорелся в Криворожской школе номер 89. Там в четвертом классе учится дочь Виталия Фурманюка. Его сразу после возвращения с войны на Донбассе избрали председателем родительского комитета. Первым делом Виталий стал разбираться, на что тратят деньги, которые собираются родители на нужды школы. Подсчитал, с почти 500 учащихся в год собираются до 13 тысяч гривен. Виталий пришел к руководству школы с вопросами, сколько собрали, на что именно и куда потратили. Говорит, его любопытство не понравилось дирекции и ему тут же нашли замену. Главу родительского комитета срочно переизбрали. Деньги фонд школы Виталий платить отказался. Не видно работы, скажем так. Потому что деньги собираются, как правило, на папир и на фарбу. Эти финансовые отчеты директор школы предоставила журналистам. Претензии считает необоснованными. И за каждую потраченную копейку готова отчитаться. Вот такой звезд Батьковского комитета, в какой школе вы еще видели. Он помесячно, все чеки, по всех классах. Более того, в школе уверяют, свой фонд деньги перестали собирать еще два года назад. Только при необходимости на срочные ремонты. Да и то вынуждено, так как из бюджета получают лишь треть необходимой суммы, которой хватает лишь на материалы и текущие ремонты. В городском управлении образование признают, действительно, дать больше денег школам не могут. Из госбюджета финансируются только зарплаты учителям. И то частично. Чиновники уже подсчитали, на следующий год им нужно изыскать 72 миллиона гривен из городской казны. Согласно, что эти деньги, которые были бы профинансированы с государственного бюджета, они могли бы быть направлены в других направлениях, на удосконаление, на покращение, на закупивание для учебных закладов. Недофинансирование со стороны государства – не повод собирать деньги с родителей, считает Виталий. Доказывать, что такая практика незаконна, пошел в суд. Судебное разбирательство началось только спустя год. Дело такое новое. Но всегда кто-то должен быть первым, понимаете? А потом будет прецедент. За нами, кто пойдет, им будет легче. Наш опыт им поможет. Шансы на победу есть, уверен адвокат. А сам Виталий не теряет надежды, что ему удастся сломать систему. И с так называемыми фондами классов и школ будет покончено. Елена Миндалюк, Евгений Кодинцов. Подробности – телеканал «Интер», Днепропетровская область. Продолжаем выпуск. Экспорт товаров из Украины за 10 месяцев уходящего года вырос более чем на 20%. Как сообщает правительственный портал, украинские производители продали за рубеж собственных товаров на 25 миллиардов 200 миллионов долларов. Особым спросом пользуется продукция отечественных аграриев и пищевой промышленности. Активнее всего товары «Made in Ukraine» покупали в странах Европейского Союза. Основными торговыми партнерами Украины также остаются Китай, Турция и Соединенные Штаты. Петр Порошенко подписал бюджет. Главную смету страны Кабмин во время голосования в парламенте назвал бюджетом роста. Какие показатели вырастут и чего ожидать от главного финансового документа? Смотрите в нашем сюжете. В бюджет заложили 9% инфляции и среднегодовой курс 29 гривен 30 копеек за доллар, что на 2 гривны выше среднегодового курса этого года. С 1 января на 500 гривен вырастет минимальная зарплата до 3723, а средняя пенсия составит 2786. На 62% увеличится пенсию военных. Для этого предусмотрено 12 миллиардов гривен. Прожиточный минимум будет расти поэтапно на протяжении всего года. Начиная с января он составит 1700 гривен. Расходы на оборону более 165 миллиардов. Это на 22 миллиарда больше, чем в нынешнем году. На образование потратят 217,5 миллиардов. На медицину в два раза меньше. Гарантированной статьей расходов остаются субсидии и дороги. Доходы бюджета 913,5 миллиардов, а расходы почти триллион. Предпраздничный ажиотаж на украинско-польской границе. Из-за большого скопления автомобилей на пунктах пропуска пограничники выделили дополнительные полосы для машин. Об этом сообщили в госпогранслужбе. Очереди собрались на КПП Краковец, Рава-Руська и Устилук. Чтобы ускорить прохождение автомобилей, увеличили и количество пограничных нарядов. Для них оборудовали новые рабочие места. Пограничники советуют туристам, выезжающим из Украины на праздники, отслеживать загруженность пунктов пропуска на официальном сайте госпогранслужбы. И далее блок зарубежных новостей. Россия поставляла нефть в КНДР в обход санкций ООН. Об этом сообщила Reuters со ссылкой на собственные источники. По информации агентства, за последние месяцы контрабанду осуществляли как минимум три раза, нарушая ограничения ООН. При этом нефтепродукты россияне перекидывали на северокорейские корабли прямо в море. Информацию подтвердили данные морской разведки и спутниковые снимки судов. Причастен ли Кремль к этому напрямую, пока неизвестно. В российском МИДе в ответ заявили, Москва соблюдает санкционный режим в полном объеме. ФСБ России сообщило о задержании подозреваемого в организации теракта в Петербурге. Самодельное взрывное устройство сработало в одном из сетевых супермаркетов. В среду ранения получили 18 человек. Ответственность за происшествие взяла на себя группировка «Исламское государство». Подозреваемого передали следственному комитету, где его допрашивают. Информацию о задержанном пока не разглашают. Неприятный сюрприз подготовил уходящий год для ЮНЕСКО. Всемирную организацию, курирующую культуру, науку и образование, покинет нация, чей вклад в мировую культуру, образование и науку трудно переоценить. Решение выйти из состава ЮНЕСКО принял Израиль. О причинах такого решения расскажет Сергей Ауслендер. Израиль выходит из состава ЮНЕСКО. Я напомню, это агентство Организации Объединенных Наций по вопросам культуры, образования и науки. А еще ЮНЕСКО прославилась тем, что приняло наибольшее число антиизраильских резолюций, большинство из которых как раз не имело отношения ни к науке, ни к культуре, ни к искусству. Все это, конечно, сильно раздражало Иерусалим, но последней каплей стала резолюция «Оккупированная Палестина», которую агентство приняло в мае этого года. В этом абсурдном решении было записано, что Израиль не имеет никаких прав на Иерусалим, а храмовая гора и стена плача признаются мусульманскими святынями. Все это вызвало в Израиле, конечно, настоящую бурю. ЮНЕСКО и ООН стали обвинять в предвзятом отношении к еврейскому государству, особенно учитывая последнюю резолюцию Генассамблеи, которая отказывается признавать Иерусалим столицей еврейского государства. Израиль полностью отвергает это нелепое решение. Иерусалим – это наша столица, всегда была и всегда будет. Но я ценю тот факт, что все большее количество стран отказалось участвовать в этом театре абсурда. В самом деле, если взять все резолюции ЮНЕСКО, да и организации объединенных наций, то выяснится, что две трети из них посвящены Израилю, как будто в мире больше нет других проблем. В итоге израильские власти приняли решение сделать то, о чем давно собирались. МИД получил указание готовить выход из ЮНЕСКО, а кроме того, Иерусалим заявил, что существенно сократит финансирование международных организаций. Все это стало возможным после того, как президентское кресло в Белом доме занял Дональд Трамп, который сразу взял курс на решительную поддержку еврейского государства и конфронтацию с ООН. Кроме того, Соединенные Штаты тоже собираются сократить финансирование организаций объединенных наций и ее агентств. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. И далее о запуске самой тяжелой ракеты в мире, рекордном вознаграждении за поиск картины самой крупной партии гашиша, изъятой австралийскими военными, смотрите в нашем обзоре. В Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет в тюрьмы. Его обвинили в создании финансовой пирамиды, жертвами которой стали около 40 тысяч человек. Люди вложили в его компании более 160 тысяч долларов. Судья насчитал 2653 пункта обвинения по двум главным преступлениям. Мошенничество и отмывание денег. Несмотря на внушительный срок, преступник вряд ли отсидит больше 20 лет. Законодательство Таиланда ограничивает наказание по каждому преступлению 10 годами тюрьмы. Плюшки для диктатора, личной резиденции, автопарк, бесплатные авиаперелеты, телохранители и помощники. Это то, что получит бывший президент Зибабве Роберт Мугабе, лишившийся должности в прошлом месяце. Также ему и его супруге обеспечат дипломатические паспорта, деньги на бензин и оплату коммунальных счетов. В целом, компенсация за потерянную в ходе переворота власть для 93-летнего Мугаба составит 10 миллионов долларов. Австралийские военные изъяли 8 тонн гашиша в Аравийском море. Три корабля перевозили наркотики на сумму 434 миллиона долларов. Спецоперация длилась три дня. По словам военных, это самая большая, перехваченная ими партия на Ближнем Востоке. Какой стране принадлежат суда, они не говорят. Кроме этого, во время спецоперации военные конфисковали 69 тонн героина. Все изъятые наркотики военные выбросят в открытое море. Компания SpaceX готовит к тестовому запуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Космический аппарат установили на стартовой площадке в космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Falcon Heavy – самая большая и самая тяжелая из космических ракет. Ранее ее старт неоднократно откладывали по разным причинам. Известно, что в качестве полезной нагрузки в космос отправится вишневый Тесла-Ростер. Во время полета в автомобиле должна играть песня Дэвида Боуи «Спейс Одити». Запуск ракеты запланирован на 18 января. Дорогой дедлайн. 31 декабря истекает срок обещанного вознаграждения за информацию о самой масштабной краже имущества в США. В 1990 году неизвестные под видом полицейских зашли в Бостонский музей, связали охрану и похитили 13 полотен известных художников. Среди украденных – картины Рембрандта, Вермеера и Дега. Музей назначил вознаграждение за помощь в поиске полотен – 5 миллионов долларов. Позже сумму удвоили. Но найти виновных в громком преступлении за 27 лет так и не удалось. Мир полным ходом готовится к приходу Нового года. В разных уголках планеты его встречают по-разному. В Бразилии, например, дают дары местным богам. В США устраивают яркие парады. А вот в некоторых европейских городах думают не столько о празднованиях, сколько о мерах безопасности. О приятных и важных заботах в канун нового 2018 года в нашем следующем сюжете. Ежегодно организаторы новогодних празднований на Таймс-сквер тестируют хлопушки перед 31 декабря. Тысячи нью-йоркцев приходят, чтобы поддержать традицию. Говорят, это хороший настрой на празднование. К тому же, большинство из них именно здесь и будут отсчитывать последние секунды до Нового 2018. Это была самая лучшая в мире проверка хлопушек. Ветер на Таймс-сквер вскружил конфетти и получился эффект циклона. Мы просто бросали конфетти вверх, они поднимались кругами все выше и выше. Люди останавливались и смотрели. В Солнечной Калифорнии и другие предновогодние традиции жители города Пасадина уже 129 лет в первый день Нового года устраивают парад Рос, чтобы похвастаться своим вечным летом. И сейчас они сотнями цветов украшают праздничные панели с гигантскими мифическими существами и тропическими птицами. Я занимаюсь украшением уже 31 год и обожаю это. Все свои планы строю так, чтобы успеть на парад Рос и украшение панелей. Бразильцы накануне Нового года благодарят богиню моря Ямайю. Сотни приверженцев религий Умбанда и Кандамбле на пляже Рио-де-Жанейро прямо в воду бросали для нее дары. Люди верят, богиня обязательно пошлет им в ответ свое благословение. А вот в Европе беспокоятся не только о ярких празднованиях, но и усиливают меры безопасности. В лондонском Скотланд-Ярде говорят, теракты 2017-го стали для них уроком, поэтому шоу фейерверков британской столицы будут охранять очень пристально. На месте будет работать эффективный поисковый режим и режим безопасности. Там можно будет увидеть и барьеры, и полицейских в форме, и частную охрану. Незаметными останутся только некоторые скрытые ресурсы, которые будут работать вместе с нами, чтобы сохранить безопасность мероприятия. Усилят охрану на время праздников и в Париже. Там больше 10,5 тысяч полицейских будут патрулировать город в новогоднюю ночь. Виталия Кушмирук, подробности, телеканал Интер. И снова в Великобританию. Ударник Битлз Ринго Старр наконец-то удостоен рыцарского звания. Высокий титул получил от королевы Елизаветы II в преддверии Нового года. Ну а вместе с Битлом в рыцарей зачислили и основателя группы Биджи, с Барри Гибба. Больше знает Алексей Пшемиский. Ринго, happy birthday! А рыцарь Британской империи спустя 55 лет после присоединения к легендарным The Beatles бессменный барабанщик группы Ринго Старр удостоился одного из высочайших титулов Великобритании. Самый неизвестный из Битлов, как его называли на пике популярности ливерпульской четверки. Именно Ринго Старр, по мнению многих, смог объединить с совершенно разных характерами Леннона, Маккартни и Харрисона. После распада Битлов, Ринго, чье настоящее имя Ричард Старки, начал сольную карьеру, записав 19 альбомов. Реализовав себя еще и как певец и композитор, он стал самым богатым барабанщиком в мире. Свои первые палочки он получил в подарок на Рождество в 17 лет. Теперь же состояние легендарного Битла оценивают в 300 миллионов фунтов. Мой главный совет всем музыкантам – просто продолжайте играть. Это то, что делал я. Я играл, трудился на заводе, потом просил работу, чтобы отправиться в трехмесячное турне. Не знал, куда забросит меня жизнь, но смотрите, где я сейчас. Да, теперь музыкантам труднее найти место, где играть. И продажи песен уже не столь высоки. Но играйте, стримьте, делайте это. Ринго Стар – последний из битлов, кто до сих пор не был удостоен рыцарского титула. Примечательно, что почетную приставку «Сэр» он получил ровно 20 лет спустя, после Пола Маккарни. Всего титула «Рыцарь» от Елизаветы II в этом году удостоились более тысячи человек. Среди них и основатель группы «Биджиз» Барри Гиб. Торжественная церемония посвящения состоится в Букингенском дворце 1 января. Из Лондона Алексей Пшимыский, Сергей Дубинин. Подробности – телеканал «Интер». Мировое признание. Украинец Василий Ломаченко стал лучшим в мире боксером уходящего года по версии авторитетного американского издания «The Ring». Доминирование нашего спортсмена на мировом ринге признали и на телеканале HBO. Лучшим 29-летнего уроженца Белгороднестровского считают и обозреватели одного из старейших и авторитетнейших боксерских сайтов мира – fightnews.com. Напомню, в этом году Ломаченко провел всего три поединка, и все они закончились досрочной победой украинского боксера. В прошлом году украинец стал чемпионом мира по версии WBO в полулегком весе. Никто до сих пор не смог отобрать у него этот титул. Нет до праздников будет в Новый год столичным транспортникам. Многие из них ждут почти сутки работы, как сообщили в мэрии Киева. В ночь с 31 декабря на 1 января метро и наземный транспорт будут курсировать до 5 утра, а фуникулер вообще не остановится ни на минуту. Вместе с тем на некоторых маршрутах запланированы изменения. Как же не испортить себе праздник и пользоваться столичным транспортом в новогоднюю ночь, если нужно, об этом наша справка. В новогоднюю ночь столичная мэрия продлит работу метро и автотранспорта на 3 часа. Во время проведения новогодних торжеств на Софийской площади, где находится главная елка страны, движение будет ограничено вдоль Владимирского проезда от дома номер 23 на улице Софиевской до Михайловской площади и на улице Владимирской от Рыльского переулка до Владимирского проезда. Тем временем Крещатик перекрывать и в праздничные дни не собираются. Также временно изменят движение троллейбусных маршрутов номер 6, 16 и 18. Шестой будет курсировать только до станции метро Лукьяновская. 16 и 18 маршруты свернут с улицы Сечевых Стрельцов на Черновола до Воздухофлотского проспекта. 24 и 114 автобусные маршруты будут ходить без изменения. И мы, как и обещали, возвращаемся к Харькову, где, откуда, точнее, поступают, если я правильно понимаю, хорошие новости. Светлана Шекера продолжает оставаться на связи. Светлана, здравствуйте еще раз. Правильно ли я понял, освободили ли заложников? Светлана Шекера На своей страничке в фейсбуке глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная уже подтвердила, что все заложники освобождены. Экстремист задержан и ответит перед законом за свои действия. И президент Украины Петр Порошенко уже также сообщил, что благодарит всех, кто участвовал в этой спецоперации и провел ее оперативно, быстро и результативно. Светлана, спасибо вам за хорошие новости. В этот предновогодний вечер, я напоминаю, на прямой связи из Харькова была наша корреспондент Светлана Шекера. Ну а в Харькове, собственно, закончилась благополучная история с захватом заложников. Пускай все истории заканчиваются только благополучно. За дальнейшим развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua. Всего доброго и спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok